Поступив в институт в 1953 году, я познакомился с серьезными людьми, которые называли себя айвеликовыми штатниками, то есть одевавшимися как студенты из Лиги Плюща, Ivy League, объединявшей ряд элитных американских университетов. В результате, как это ни странно, я стал выглядеть почти как все обыкновенные советские граждане. Широкие брюки, короткая стрижка, правда при этом добротный американский покрой и во внутреннем кармане лейбл «Made in USA». Свои убеждения я научился скрывать, чтобы никого не раздражать. Так наступил очередной этап в моей жизни. Из гонимого бродвейского стиляги я стал убежденным штатником, то есть приверженцем всего американского от одежды до культуры. В тот период моим кумиром был баритон-саксофонист Джерри Маллин. Став студентом, я, как и все, был обязан осенью работать на картошах подмосковных колхозах, прекрасно понимая всю нелепость этих мероприятий, поскольку местные бездельники-колхозники только подсмеивались над нами. Мой школьный друг по прозвищу Акс однажды рассказал мне, как он работал пионер-вожатым в лагере от шоколадной фабрики «Красный Октябрь» и предложил мне за компанию сделать то же самое. Я решил попробовать. Это было в 1955 году. Ну, а заодно мне захотелось проверить, каково это быть пионер-вожатым. Но оказалось, что в среде детей фабричных работников совсем не так романтично, как это было в пионер-лагере от пединститута имени Ленина, где я провел пионерское детство с 1944 по 1952 год. В институте я сразу же решил попробовать себя как музыкант, тем более, что там был самодеятельный оркестр. Я заявился на репетицию и решил узнать, есть ли для меня какое-нибудь место. Руководитель этого оркестра спросил, на чем я умею играть. Я сказал, что на фортепиано, но выяснилось, что место пианиста уже занято. Мне оставалось мечтать о саксофоне, который в те времена считался вражеским инструментом, символом американского империализма и был запрещен. Да и достать его было невозможно. Тем не менее, я спросил у заведующего клубом, а нет ли у него на складе такого инструмента, как саксофон. Он сказал, что есть. Мы зашли на склад, и я увидел грязный, покрытый пылью чехол, коричневого цвета, в котором хранился немецкий альсаксофон до военного выпуска, со свастикой на раструбе, который кто-то пытался затереть при помощи кирпича. Я робко спросил, а нельзя ли мне его взять для занятий, поскольку я являюсь участником институтской самодеятельности. Над что он неожиданно сказал мне, что это возможно, правда, при условии, что я оставлю расписку в получении. Я дрожащими руками обхватил футляр с инструментом и прямиком отправился к своему близкому другу, где достал инструмент, собрал его и взял в руки, пока даже не представляя себе, на какие клапаны и как нажимать. На снимке запечатлен именно этот момент, когда я впервые взял в руки незнакомый мне аппарат. Но вскоре я освоил его, причем безо всякой помощи. Пользуясь таким способом, тыкал пальцем на ноту домашнего пианино и разыскивал соответствующий звук, зажимая набор клапанов на саксофон. Так я стал саксофонистом. И уже через месяц я играл на институтском вечере именно эту тему, которая сейчас и звучит. В 1958 году, когда началась хрущевская эпопея с Целиной, туда стали насильно посылать студентов на помощь Целинникам-Новозелам, комсомольцам-добровольцам. Наш архитектурный институт не был исключением. Сочкануть можно было лишь в случае наличия каких-то серьезных справок о состоянии здоровья, либо при наличии очень сильного прикрытия в виде влиятельных родителей. Все это тщательно проверялось в райкомах партии и комсомолах. За любое увиливание могли исключить из института. Поскольку у меня никаких прикрытий не было, пришлось отправиться на Целину и испытать все прелести бессмысленного нахождения в глухой, необъятной казахской степи в холоде-голоде при постоянном ураганном ветре. Именно там я осознал всю нелепость этой хрущевской затеи, когда собранное зерно при отсутствии элеваторов просто сгорало под собственным весом, сколько его не перелопачивало. Я как-то догадался взять с собой на Целину саксофон и постоянно занимался на нем, найдя прекрасное место внутри огромной цистерны от солярки. Мне аккомпанировал один из студентов, которому я посоветовал взять с собой малый барабан и тарелки. Мы часами играли там, а те, кому было интересно, слушали, стоя снаружи. Еще учащись в институте, я начал играть на халтурах, обслуживая тех, кто нас нанимал, на вечерах отдыха в клубах или домах культуры при различных предприятиях или учреждениях. Публика была самая простая, ей надо было только бы потанцевать. Танцы обычно начинались после торжественного собрания и небольшого банкета. Когда мы начинали играть джазовые пьесы, народ, ничего не понимая, толкался вокруг нас. В конце концов, ответственный за организацию вечера подходил к нам и вежливо, а иногда и не очень, просил сыграть что-нибудь нормальное. После этого ничего другого не оставалось, как играть вальсы, польки и мелодии популярных советских песен. Мне все это надоело, и я решил отказаться от такого рода халтур, несмотря на потерю приличных по тем временам денег. А играть оставалось только в нескольких элитарных московских вузах, там, где к джазу было совсем другое отношение. В нашем институте была военная кафедра, так что мы были обязаны дважды пройти кратковременную военную службу в летних лагерях. Это было малоприятное занятие, но все же лучше, чем три года настоящей воинской службы. И вот в эти самые лагеря я тоже брал с собой саксофон. И как только образовывалась свободная минутка, я пытался заниматься. К этому моменту я был убежденным сторонником West Coast джаза, непонятного даже многим джазменам. И вот сейчас звучит любимая мною пьеса «Колдун», которую сочинил джазовый виланчелист Фред Катц. Идея создания кафе, явившегося по сути первым официальным молодежным и джазовым клубом в Советском Союзе, принадлежала целиком Московскому городскому комитету комсомола. Стояла осень 1961 года. Пик хрущевской оттепели. Время, когда еще теплили с надеждой на различные послабления и улучшения. В то время комсомол пришли в качестве так называемых внештатных инструкторов горкома и райкома вполне приличные люди. В этой среде, в период подготовки к культурной программы к предстоящему 22-му съезду КПСС и пришла мысль создать молодежный кафе-клуб с джазовым уклоном. Главная задача состояла в том, чтобы убедить многочисленных представителей зарубежных компартий, что в Советском Союзе джаз отнюдь не запрещается, как об этом трубят на Западе. Меня выбрали руководить джазовым ансамблем для работы в молодежном кафе и даже ввели в состав Совета кафе. Я собрал квинтет, куда вошел совсем молодой, но удивительно талантливый трубач Андрей Товмасян. Я проработал в молодежном с 61 по 66 год, бессменно играя там шесть дней в неделю. И одним из первых моих партнеров в работе здесь стал молодой трубач Андрей Товмасян. Сейчас звучит его композиция «Господин Великий Новгород». В сентябре 1962 года горком комсомола провел в молодежном кафе смотр самодеятельных джазовых коллективов, что фактически и стало первым московским фестивалем джаза. И вдруг Центральный комитет комсомола решил послать советский коллектив на международный фестиваль «Джаз Джембери-62», который ежегодно проходил в Варшаве в конце октября. Отобрали ансамбль из шести музыкантов, куда вошли лауреаты только что прошедшего смотра. Я был в их числе. Время на подготовку почти не оставалось. Нас срочно оформили как делегатов ЦК комсомола. Вызвали для инструкции в спецотдел ЦК и отправили на поезде Москва-Варшава. Пока поезд не тронулся, никто из нас не верил, что это происходит на самом деле. Только что мы были под запретом как идеологические диверсанты, а теперь представители советской культуры за рубежом. Ведь джаз Джембери был крупнейшим в Европе международным смотром мирового джазового искусства. Наше выступление было шоком для западной публики, а также критиков и музыкантов. Тогда я понял, что по причине железного занавеса и хорошо организованной антисоветской пропаганды представление о нашей стране было настолько искажено, что одурманенный зарубежный обыватель думал, что в России по улицам бродят медведи, русские люди-полудикари, одетые в тулупы и валенки, пьют водку и жрут ложками икру. Ну, в общем, вот все в таком роде. Когда они услышали композиции Товмасяна «Гесподин Великий Новгород», написанные, исполненные в лучших традициях американского хардбопа, то просто обалдели и не поверили своим ушам. Нас записали на пластинку. И вот сейчас звучит моя композиция «Осенние размышления», которые я сыграл тогда на баритон-саксофоне. В 1964 году мой квинтет кафе молодежного выехал в Таллинн на местный фестиваль джаз. В те годы Эстония была для русских людей почти за границей, поскольку там сохранились и неофициально поддерживались все параметры простой принадлежности к европейской культуре. Нас, джазменов, воспринимали как представителей американского джаза и поэтому принимали по высшему разряду. Тем более, что собственного джаза в Эстонии тогда почти не было. Мы с успехом выступили там, завязав на долгое время прочные отношения с местными организаторами и прессой. В период начавшейся Горбачевской перестройки все неожиданно поменялось. Нас, российских джазменов, огульно причислили к врагам Эстонии, к оккупантам. Во время моих последних гастролей с Арсеналом в Прибалтику в конце 80-х, когда шли переговоры об отделении от Советского Союза, все наши концерты были отменены, а мы просидели несколько дней в гостинице, не решаясь выходить на улицу, чтобы не попасться на глаза молодчикам, националистам, которые уже тогда напоминали неофашистов. В 1963 году композитор Виктор Купревич был назначен главным редактором журнала «Кругозор», своеобразного изделия, представлявшего собой скрепленные между собой 10 или 12 гибких пластинок с записями музыки самых разных жанров. При этом на обратной стороне каждого такого листа были комментарии и фотографии участников, как в настоящем журнале. И вот Купревич решил записать мой квинтет и протолкнуть в этот новый журнал. Мы записали несколько пьес, и он показал это своему новому начальству в гостелераде. Как и было заведено в советской партбюрократии, никто ни за что не хотел отвечать. И вот один из тех, кто отвечал за выпуск «Кругозора», отослал Купревича за подписью к Дмитрию Шостаковичу, бывшему тогда первым секретарем Союза композиторов РСФСР. Если он подпишет, то и отвечать перед партийным контролем будет он сам. И вот Купревич, который понял эту задачу, организовал прослушивание в кабинете у Шостаковича, взяв с собой фотографа и магнитофон для отчета перед начальством. Таким образом, это прослушивание было задокументировано по всем правилам советской бюрократии. Вот до того момента я, в общем-то, неплохо относился к тому, что я делал. Мне были известны все мои недостатки, как саксофониста, ну, отсутствие настоящей техники и особенно плохой звук. Ведь я был самоучкой. Как композитора я уважал себя гораздо большей, даже с некоторой долей самомнений. Но вот когда все это начал слушать не кто-нибудь, а сам Шостакович, у меня произошла неожиданная переоценка ценностей. Вся эта наша музыка показалась мне настолько убогой и незначительной, что я стал сгорать о стыда, думая, скорее бы все это закончил. тем тем не менее Шостакович терпеливо и внимательно прослушал всю запись и спросил меня, а в чем, собственно говоря, проблема? Почему понадобилась моя подпись? Что здесь криминально? Я сказал, что в каждой пьесе имеется импровизация, на что он произнес неожиданную для тех времен фразу. странно, ведь импровизационность в музыке это же прекрасно. Все это было зафиксировано, подпись Шостакович поставил и на прощание пожал мне руку. Так, в 1964 году вышла первая в стране запись малого состава послевоенного советского джака. Этот снимок очень дорог мне. великий музыкант как бы благословляет меня к продолжению борьбы за развитие джаза в Советском Союзе. С 1963 по 1976 годы после окончания архитектурного института я работал в элитарном научно-исследовательском институте технической эстетики в НИИТ. Поначалу просто дизайнером а потом уже в отделе теории дизайна. Это было очень удобно. У нас сотрудников этого отдела было всего два присутственных дня в неделю. Остальные считались библиотечными. Такой принцип позволял мне заниматься джазом иногда выезжая в другие города для участия в фестивалях и с концертами. Кроме того поступив аспирантуру я подолгу просиживал в научном зале Ленинской библиотеки набираясь ума по самым разным вопросам от истории мировой культуры до эзотерики. В конце концов я стал считаться одним из ведущих специалистов по теории дизайна. Мне поручали писать доклады для высоких партийных чиновников выезжавших на зарубежные конгрессы по дизайну. Сперва мои тексты отправляли в спецотдел ЦК КПСС где их просматривали подправляли а потом уже передавали по назначению. А в 2009 году когда при Российской Академии естественных наук было решено открыть новые подразделения архитектуры и дизайна кто-то вспомнил про мои заслуги в области теории отечественного дизайна. Так я стал академиком Российской Академии естественных наук. Параллельно с работой в Ивне-Ите я принял участие в целом ряде джазовых фестивалей. Причем сперва как участник, а позднее в качестве одного из членов жюри. На протяжении этих лет я был свидетелем того, как в Советском Союзе постепенно формировался самобытный отечественный джаз. И вот в 1966 году я собрал новый квартет, куда вошли два молодых музыканта, получивших классическое образование. Пианист Игорь Бриль и контрабасист Анатолий Соболев. Это были джазмены нового поколения. Они отличались от нас, самоучих 50-х годов, тем, что умели читать с листа. Это значительно облегчало работу с ними в процессе разучивания новых оркестров. Вот на барабанах с нами играл Владимир Журавский, опытный представитель старшего поколения послевоенных лабов. Мы выступали в таком составе на джазовых фестивалях и полуофициальных концертах, приобретая определенную популярность среди советских зрителей. Именно этим составом мы перешли работать в новый вокально-инструментальный оркестр ВИО-66, который создал композитор Юрий Саульский. В отличие от многочисленных советских ВИА, это был биг-бенд с добавлением сдвоенной локальной группы, состоявшей из четырех мужских и четырех женских голосов. Но главное отличие от ВИА было в его джазовой направленности. После шести лет выступления в условиях кафе мне захотелось что-то изменить, попробовать себя в другой роли, поиграть в группе саксофонов, где требовалась читка с листа, а также научиться делать аранжировки и писать композиции для большого оркестра. Саульский обещал предоставить мне такую возможность. Так я стал солистом ВИА 66. Здесь можно видеть и слышать, как впервые по советскому телевидению показали короткий отчет о состоявшемся в арце культуры МИИТа Института инженеров транспорта в фестивале Джаз 67. В кадре промелькнул Андрей Шпай, сидевший там в качестве члена жюри. Вообще в те времена каждый джазовый фестиваль проводился лишь при наличии жюри, состоявшего из представителей горкома комсомола и союза композиторов. Саксофонист Алексей Козлов сам сочинил эту музыку, но сейчас он как бы творит ее заново. Потому что джаз немыслим без высокого душевного подъема, а его не отрепетируют заранее. Проработав ВИО-66 около двух лет, я проверил себя как сайдмен и аранжировщик биг-бенда и понял, что для меня единственной формой самовыражения является все-таки малый состав, где каждому солисту предоставляются неограниченные творческие возможности. И вот в 68-м году я познакомился с музыкантами нового типа, теми, кто стремился исполнять принципиально другую музыку фри-джаз. Таких тогда было мало в джазовой среде. И они подвергались нападкам со стороны традиционщиков, называвших атональный джаз собачатиной. Мы уцепились друг за другом и сделали программу, состоявшую из пьес Орента Колмана, Джона Колтрейна и своих композиций в этом духе. Каким-то чудом с помощью моего друга Слава Винарова, у которого была просроченная ксива внештатного инструктора горкома комсомола, нам удалось убедить директора Шашлычной на улице Готульда в центре Москвы сделать там джаз-клуб. Его это заинтересовало, поскольку Шашлычная план не выполняла. Так и возник на недолгий период джаз-клуб под названием Ритм. На фото можно видеть моих партнеров по квартету, таких как Юрий Маркин, Владимир Васильков и Александр Ищев. Поскольку Шашлычная находилась на первом этаже многоэтажного солидного дома, то шум от нашей музыки был слышен даже на верхних этажах. Жильцы начали писать жалобы по инстанциям и директор вынужден был вернуться к прежнему состоянию шашлычной, а мы оказались на улице. Сейчас звучит фрагмент моей пьесы «Гороскоп», записанный этим составом. И вот все с тем же Слава Генарова и его ксиво-инструктора горкома мы пошли к директору вновь открывавшегося комплекса на новой трассе на Калининском проспекте, он же Новый Арбат. Там должны были начать свою работу множество различных по своему назначению предприятий от кафе и ресторанов до салонов красоты, парикмахерских, продуктовых магазинов и даже кинотеатр. В условиях оврала и нехватки персонала дирекция с радостью согласилась устроить молодежный комсомольский джаз-клуб в помещении кафе Печора под эгидой горкома комсомола, даже не подозревая, чем это им грозит. Мы и сами не могли предположить ничего опасного. Все начиналось прекрасно. В клуб начали играть самые разные коллективы. Печора мгновенно приобрела огромную популярность. На улице перед началом концертов стояла очередь за билетами. Печора стало местом, куда не стыдно было приглашать иностранных гостей, одним из которых стал Уиллес Каннвей, комментатор «Голоса Америки», с которым я познакомился, на одном международном джазо-фестивале. А последний раз беседовал с ним в 67-м году, когда он приезжал в Москву и даже вышел на сцену в ДК МИИД, чтобы объявить начало московского фестиваля Джаз-67. То, что Печора стала чересчур популярной и погубило ее. Дело в том, что, возвращаясь после работы в свои апартаменты на Кутузовском проспекте, Леонид Брежнев проезжал как раз мимо Печоры. И вот каким-то боссом в политбюро и спецслужбам, обязанным охранять его, пришла в голову пугающая мысль. А вдруг Леонид Ильич, проезжая мимо, увидит огромную очередь на улице и спросит, а почему здесь столько народа? И тогда придется либо врать ему что-то, либо честно признаться, что здесь расположен Джаз-клуб. И тогда Брежнев в ярости спросит, какой еще Джаз-клуб? И головы полетят. Но законного основания закрыть клуб не было, поскольку его курировал московский комсомол. Тогда и придумали хитрое решение устроить так, что клуб кто-то ограбил. Так бесследно исчез мой саксофон. Я уверен, что он так и лежит где-то на полке в недрах Лубянки. В 1971 году в Советский Союз приехал с гастролями оркестр Дюка Эллингтона. Госконцерт организовал официальный прием в его честь. Мероприятие состоялось в Доме Дружбы, там же на Калининском проспекте. После торжественной части состоялся джем-сэшн, на котором и было зафиксировано это фото. Когда я играл пьесу Дюка «Прелюдия к поцелую», которая сейчас звучит, он незаметно встал из-за рояля и, взяв в руки подаренные ему на приеме балалайку, стал делать вид, что аккомпанирует мне. Снимок этот был опубликован в западной прессе под названием «Дуэт двух миров». С 1968 года я начал преподавать в джазовой студии, организованной Юрием Козыревым в ДК Москворечия, неподалеку от станции метро Каширской. Тогда это было пока единственное в стране чисто любительское учебное заведение, где можно было получить хоть какие-то знания о том, как играть в джаз. Никаких прав после ее окончания эта студия не давала. Поначалу там работали три педагога Игорь Бриль, Герман Лукьянов и я. Для нас это был небольшой, но постоянный заработок. Таким образом, у меня появилась возможность проводить эксперименты на своих великовозрастных учениках, типичных любителях джаза. Это были студенты разных вузов, инженеры, а также представители рабочего класса и, как сейчас помню, один таксист. Многие из них мечтали бросить основную профессию и стать музыкантом. Дворце культуры за мной была закреплена на два раза в неделю небольшая комната номер восемнадцать, как сейчас помню. И вот осенью 1972 года я решил проверить свои первые оркестровки в стиле джаз-рок на учениках Козыревской студии, как на подопытных кролик. Мой учебный состав выступил на первом же отчетном концерте студии с новой программой, которая по стилю резко отличалась от духа всей студии, которая была ориентирована в соответствии с предпочтениями самого Юрия Козырева, то есть на диксилент и свин. После этого концерта и произошло явное отчуждение как со стороны Бриля и Лукьянова, так и со стороны самого Козырева. Зато я, проверив свои идеи на любителях, решил создать профессиональный джаз-рок ансамбль и начал искать музыкантов студентов Консерватории и Гнесинского института. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok